Всем привет! Раньше я никогда не озвучил за кадром свои видео, но большой объем текста вам будет муторно читать, а мне как-то лениво его печатать и подгонять под ролик, поэтому решил вещать вживую. Если ввести в поиски твин и рядник, два слова, то вылезает огромное количество мотоциклетных форумов, на которых периодически поднимается и обсуждается этот вопрос. Твин и рядник, что лучше и в чем отличие? Само собой мне тоже всегда было интересно, насколько отличается характер этих моторов. Разумеется, ответа на вопрос, какой из них лучше, не существует, а вот отличия вполне можно выяснить. И для полноты картины мы нашли не два, а три мотоцикла для сравнения. Они близки по объему двигателя, не сильно отличаются по массе, но имеют разные моторы. За одноцилиндровых отдувался младший гусь BMW F650GS 2003 года выпуска. По заявленным характеристикам у него 50 л.с., 60 Нм крутящего момента, в чем я, кстати, сильно сомневаюсь, и снаряженная масса около 190 кг. Представитель двух цилиндров Kawasaki Versys 650 2013 года. У него 64 л.с., 61 Нм крутящего момента и 210 кг снаряженной массы. Ну и представитель четырехцилиндровых братьев Yamaha FZ6N, а в народе просто фазер, 2006 года выпуска. У него 98 сил, крутящий момент 63 Нм и весит он около 180 кг. Итак, первое, что хотели сравнить, это, разумеется, максимальный разгон с места. Интриги тут никакой не было. Фазер в полтора-два раза мощнее своих соперников. Но интересно было, насколько сильным будет оставание. Стартером назначили моего брата на гуси. Ему все равно в этом спринте ловить нечего. Ну а в итоге, Октавия порвала этих сраных мотоциклистов. Фазер ожидаемо уезжает, но отрыв, на мой взгляд, не такой серьезный. Ну а это вид задней камеры, чтобы было видно, как отстает BMW. Если версис относительно не сильно отстает от фазера, то между гусем и фазером уже пропасть. Повторяем старт для закрепления результата. Как видно, в разгоне до сотни решает не мощность, а удачный старт. А после 100-120 уже мощность берет свое. Но так ли важен максимальный разгон? Часто ли вы выкручиваете мотор до красной зоны? Лично я нет. Для меня куда важнее при езде по городу эластичность двигателя. Условия второго теста предельно простые. Разгоняемся до 60, включаем высшую передачу и на счет 3 открываем газ до упора. У версиса и фазера при таком раскладе около 3000 оборотов на тахометре. Как видите, победитель предыдущих заездов оказывается последним. Гусь правда слегка четверит, ибо он едет на пятой передаче. Но в любом случае расклад совершенно иной. Еще разок, чтобы не было ни у кого сомнений. КОНЕЦ И еще один заезд с такими же условиями, но с еще более мощным соперником. Хонда Сибир 600 РР. 2008 по-моему, года выпуска. У нее аж 118 лошадей, 66 ньютон на метр крутящего момента и около 180 кг снаряженной массы. Примерно до 130 хонда едет не быстрее версиса, потом постепенно раскручивается, впрягается все по голове и само собой хонда уезжает. Тот, кто знает, что такое кривая крутящего момента и как она на графике располагается у 4-х и 2-х цилиндрового мотора, может дальше не смотреть и не слушать. Ну а если вам интересно, почему более мощный мотоцикл разгоняется медленнее, смотрите дальше. Чтобы наглядно описать то, что вы только что видели, надо сравнить кривые крутящего момента двигателей участников заездов. Мне удалось найти графики момента только в американских журналах, поэтому не удивляйтесь цифрам, которые вы видите слева. Американцы измеряют момент в своих дурацких фунтах на фут, но нам нужны не максимальные значения, а относительное расположение кривых друг относительно друга. Поэтому я взял значения из каждого графика и перенес их на один. Вот что получилось. Как видите, кривая момента Yamaha, зеленого цвета, в районе низких оборотов располагается ниже остальных. Она плавно идет вверх и пик момента приходится на 9,5-10 тысяч оборотов, а у версии на 3000 уже доступно больше 80% от максимального момента. Это и объясняет то, что он так неплохо прет самых холостых. Такой же можно подвести итог. Какие достоинства и недостатки у каждого типа мотора? Один цилиндр. Он легче, компактнее, конструктивно проще. Его легче обслуживать. У него обычно наименьший расход бензина. А из недостатков самая низкая мощность, достаточно узкий рабочий диапазон, ну и вибрации сильнее, чем у многоцилиндровых. Четыре цилиндра с точностью до наоборот. Они мощнее двух других, наиболее уравновешены и сбалансированы, имеют самый широкий рабочий диапазон, 15 тысяч оборотов для них нормальная история. Но они и самые тяжелые, сложные в производстве и обслуживании, с недостатком крутящего момента на низах, довольно широкие и расход бензина у них чаще всего выше. Ну а два цилиндра это некая середина. Он не такой тяжелый и сложный, как четырехцилиндровый, при этом неплохо едет во всем диапазоне и жрет немного. Причем компоновка этих цилиндров большого значения не имеет. Мы сравнивали Versys, у которого рядное расположение, с Suzuki SV650, у которого V-образное расположение цилиндров. Едут они примерно одинаково.